Он за ней приезжал, он умолял, он плакал, он рыдал. Куандыка Бешимбаева подозревает в убийстве своей жены. С каждым заседанием этого суда мы вместе с дочерью умирали и воскресали. Самое страшное – это продолжать жить. Берем с мальчишем! Берем с мальчишем! Прежние устои, где женщина занимала подчиненное положение в семье, перестала быть актуальной. 9 ноября уже будет официально создан фонд памяти Салтаната. Даже мой ребенок в следствии давал показания. Моя папа просила, чтобы он не пинал ей в голову, чтобы у него не были эти синяки. Я тоже писала письмо, что я буду хорошей женой, что я буду примерной, послушной. Она спасла мне жизнь. Она спасла мне жизнь, спасла жизнь моей доченьки. Салтанат спасла мне жизнь. Я в прошлом году жила в Алма-Ате, была замужем. И уже на протяжении какого-то определенного количества времени со стороны супруга уже присутствовало эмоциональное и физическое насилие. Я не знала, как мне выйти, потому что понимала, что по-хорошему расстаться у нас не получится. В октябре в прошлом году мы узнали, что я в положении, что ребенка. Он очень обрадовался. Я помню, он еще меня обнял так крепко, сказал, что теперь все будет по-другому. И во мне такая зародилась надежда, что наконец-таки больше не будет этих бессонных ночей, допросов с пристрастием, не будет вот этих вот качель эмоциональных, не будет насилия. Я не буду плакать в подушку по ночам, чтобы старшая дочка это не слышала. Какое-то время все было хорошо, прекрасно, но буквально это хватило на одну-две недели. Произошел обратный скандал на ровном месте. Когда произошел вот этот инцидент, вот уже когда уже ударил он меня, будучи в положении, а удар был достаточно такой сильный, во мне вот этот инстинкт начал срабатывать, выживание, да, я потихоньку начала готовить такую почву к побегу, потому что я не работала на тот момент, он мне запрещал в Алмате куда-то выходить на работу. Знаете, я просто, ну, неплохо пишу, как в роли копирайтинга, такие небольшие тексты там, ну, не много платили, но платили. И я все эти денежки собирала на билет нам с дочкой. Вот, все, конечно, это шифровалось, я настолько уже умудрилась быстро переписки удалять, стирать, там какие-то важные контакты я подписывала, как магазин одежды, там магазин рукоделия. И периодически, ну вот как, да, вот роль абьюзера, как она обыгрывается, проверяется телефон, все звонки на громкоговорящей связи, я со всех чатов, группа с родными, с одноклассниками, там, где я все со всех удалилась, плюс он мне сменил номер телефона. Прошел октябрь, наступил ноябрь месяц, и тут вот страшная трагедия случилась с Алтанат. Я, честно говоря, поначалу вообще об этих новостях особо не знала, потому что я была, ну, оторвана от сетсетей. Какой-то из дней мне вот тоже позвонила одна знакомая хорошая девушка, сейчас она тоже волонтер у Айтбека. И она мне говорит, ну, я и призналась, что вот так, вот так у меня тоже происходит, говорю, я не знаю, что мне делать. И она мне вот сказала, подпишись на Айтбека, напиши ему прямо в дире, напиши какой-нибудь левого аккаунта, объясни все, расскажи. Я так и сделала. Я ему написала, объяснила всю ситуацию, он ничего не спрашивал, как, что, зачем, там, полицию обращались, не обращались. Он сказал, окей, я вас понял, постараюсь помочь. И у меня такая надежда загорелась, думаю, ну, наверное, что-то такое будет хорошее. Я, вы знаете, я вот это читала, у меня такой шок, что в такой, ну, совершенно посторонний человек. В короткое время собрали для меня такую команду. Я думаю, нет, ну, больше других шансов не будет, самой же страшно. Первое время было очень непросто, благо, хорошо, вот была психолог, мы с ней сразу встретились по приезду в Астану. И она мне вот спросила, Гульжан, что ты хочешь получить от работы со мной? И я задумалась, я сказала, говорю, я просто хочу научиться заново жить. Просто, говорю, вот этого хочу. Ощущать радость. Не постоянно себя отдергивать. Я сейчас что-то не то сделаю, я сейчас что-то не то скажу, и за это я получу. А пути, ну, вот просто жить, говорю, заново жить, говорю, хочу. И работа тоже была непростая, вот эти вот, все равно были откаты, да, бессонные ночи. Плюс я еще замечала за собой, что я боюсь ехать в автобусе, когда стоят рядом со мной мужчины. Вот, я очень безмерно благодарна Эдбеку за это. Но самое главное для меня сейчас безопасность, безопасность моя, моих дочерей, что я не вижу этого всего, не видят этого они всего. Вот, пусть как-то шатко, зыбко все сейчас, да, в плане финансов, там что-то нет своего жилья, но самое главное у тебя здесь в голове все в порядке, уже выстраивается по течение года. Ты уже трезво оцениваешь ситуацию, берешь ответственность за свою жизнь, за жизнь своих детей. Вижу, вижу, я буду делать все. А-а-а! 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 Самых первых дней мне, вот это мой второй супруг, получается, он закладывал в мою голову, что там, я уже с ребенком, что я никому не нужна, и потихонечку, потихонечку. То есть я была в браке первом, у меня родилась дочь, я после развелась, и на протяжении там трех-четырех лет я жила одна, и встретила вот второго, у нас был никях, у нас гражданский брак был. Вот, и с первых прям дней встречи я не замечала то, что мне накладывают вот это. Первый раз меня ударили, когда я купила обучение, курс, я решила пойти обучение, ну, то есть пойти в предприниматель, ну, то есть курсы взять. И тогда я купила первый курс, и вечерний, ну, то есть там был вечерний мастер-класс, и он меня не пустил туда, и, соответственно, тут я там полмиллиона заплатила, у меня прям, ну, я говорила, это я заплатила, мне надо идти. И вот на этом фоне у нас был первый конфликт, и когда он меня ударил, и просто держал дома, чтобы я не пошла. Но по итогу на второй день я уже чуть-чуть с небольшим синячком пошла, и три дня он ходил со мной вместе. Тогда я думала, что конфликты в семье – это нормально, то есть не может быть, что никто не ругается, что все идеально, и как бы во всех семьях и ругается там, и все, я думала, что это нормально. Но дошло до того, что там одна измена, вторая измена. Я полностью ушла, собрала вещи, ушла в свою квартиру одна с ребенком, и он не мог это выдержать, то есть он думал, что я начну кому-то рассказывать, он начал угрожать, он начал преследовать меня, он приезжал в мою квартиру, я меняла три раза замки своей квартиры. То есть он приезжал, ну, избивал для того, чтобы я потом не выходила в свет, а угрожал тем, что там, ну, в кругу властных людей, в кругу есть и там чиновники, есть из правоохранительных органов, там есть такой чат джентльменов, около 250 человек, влиятельных людей сидят там, то есть они дружат. И он постоянно мне как бы угрожал, типа, если ты где-то расскажешь, если ты что-то покажешь, я там по тебе чеш-потяжелой пройдусь. Были за вот эти 8 месяцев прям насилия тотального фрагменты, где я смогла записать и на видео, и на фото, и на аудио вот эти угрозы, моменты, да, где происходили эти все действия насилия. Вот как в случае с Бешмбайом тоже же так же. Вот эти видео он угрожал, она тоже этого боялась. Точно такие же плюс-минус видео были. Помимо этих видео он постоянно меня записывал на видео, распечатывал на А4, прям текст подготовленный, чтобы я зачитывала там. Я Максат, сама упала, ударилась, я такая ненормальная, я постоянно там проклинаю твоих детей и так далее. То есть после каждого побоя, где я в синяках, чтобы я никуда не смогла пойти, и он заставлял меня снимать такие видео. Даже мой ребенок в следствии давал показания, где она говорила, я всегда папу, она его назвала папой, я папу просила, чтобы он не пинал ей в голову, чтобы у него не были эти синяки, потому что мы на улице не можем пойти погулять. Ладно, там, побил, держал меня, завязывал, и ссал на меня, и это снимал, сам на видео. То есть он, я не знаю, у него уже был какой-то глюк, чтобы просто по-новому произдеваться надо мной. Потом, получается, в январе, вот январские события начались, и он, я просила отца дочери забрать дочку к себе, потому что, я говорю, он меня проследует. И в это утро он позвонил дочке на номер, я тебе там шоколадки, мармеладки, и ты мне дверь открой. А дочка нормально пошла, ему дверь открыла, а я просыпаюсь, я говорю, кто там? И она говорит, папа пришел, и он уже все, с курткой на меня завалился, потому что неделю он не мог вообще меня найти, там, ни через интернет, ни, ну, то есть он думал, что меня дома нету, потому что я вообще тихо сидела. И он просто обозленный в этой куртке начал меня на этой кровати, где я лежала, душить, и у меня ребенок просто в истерике стоял. Это все происходило по следствию около 15 минут в общей сложности, как он в квартиру зашел. В этот момент, получается, на мой шум, крик вызывали 102, а мои соседи снизу. И он, получается, умудрился меня с кровати уже в бессознательном состоянии, за волосы и в туалет потащить раздел меня, и применил насилие на глазах моей дочки. И там и по всей этой каше ребенок находился со слезами, вытаскивала телефон с унитаза, сама она полностью все это рассказывает, а я без сознания там и лежала. И когда в какой-то момент я проснулась от какого-то шока, я не помню, от чего я проснулась, я раздетая, ребенок кричит, он стоит. Я схватилась за ножи, побежала на кухню за ножи, начала просто трястись и просить уйти. Он ушел через минуты. Я в этот момент уже все начала. И маме звонить, и папе уже все, как будто я голая, ребенок ножи, и звонила родителям, звонила отцу ребенка. Типа, ты же обещала приехать, почему ты не приехала. И меня забрали уже в РУВТ писать заявление. И меня там целые сутки держали. Если честно, мы сразу дело возбудили. Альфа-120 по изнасилованию. Из-за того, что январские события, все органы были направлены на этот момент. Продлевали, продлевали. И первый раз делали уже через 6 месяцев. В мае вместе дело закрыли. Нет состава преступления. Это типа обоюдно. Потому что он показания давал, что это в порыве страсти и так далее. И у нас были отношения. После мы дело опять возобновили. То есть работали адвокаты на протяжении двух лет вот этой писанины. Потому что я молчала. Ну, то есть я не давала огласку этому. Я стеснялась, я боялась. Я реально все два года думала, что со мной не так что-то. Потому что я была один раз замужем. Думаю, уже второй раз. И типа моя вина, то, что я не смогла ни там, ни там построить отношения. То есть я себя все это время винила. По итогу происходит случай салтанатом. Ну, у меня опять все поднимается. Я понимаю, что со мной-то все нормально. Но сколько еще таких может жертв быть. Тогда я грублю, хвалу Аллаху, я стала жива. Что все со мной, все обошлось, что все идеи. И когда мы... Вот в этот момент я решила, что я не должна молчать. Хоть там у меня две тысячи подписчиков. Я не должна молчать, я должна поделиться. Что я тоже терпела такое. Я когда начала показывать эти видео, где как раз-таки он там угрожает, эту голову сейчас разгромцает там. Могу сейчас ногу, голову раскромцать, в мякоть на данный момент. Да, их может мало, но точно видно, это вот даже следствие, экспертиза, полгода вели на все мои эти видео и сказали, эту девушку истязали, терзали. И мне стало легче на самом деле. Меня прям груз отпустил на тот момент. И я после могла легко рассказывать о том, что я прожила. Но все мои окружения, я думала, меня осудят. Что я типа, как я терпела, как я молчала об этом и так далее. Что со мной не так. Почему 8 месяцев я позволяла постоянно приходить меня в дом, меня избивать. Да, я не чувствую себя в безопасности. Я продала свою клинику, потому что я не могла там находиться. Он как бы знает об этом, что по-любому он все знает. Даже то, что я здесь живу и так далее. Я сейчас в полной конспирации, так скажем, и в минимум общения возле себя. Потому что не то, что там я его боюсь. Просто уже ничего не хочу слышать об этом. Здравствуйте, меня зовут Асиль. А я пережила физическое насилие со стороны бывшего супруга. Получается, как мы поженились, наверное, вот после свадьбы все и началось. После свадьбы началась вот такая вот непонятная ревность. Существует число. Да, все, штамп в паспорте есть. И, ну, значит, я принадлежу этому человеку. Как-то на вечеринке мы пошли, и со стороны его родственников, это не его родственник, но это его родственников, родственники, получается, ему показалось, что я ему улыбнулась. Да. И тогда мы вышли на парковку. У меня был такой ликбез с ним, то есть монолог с его стороны. И тогда, да, он меня первый раз проявил физическое насилие. Он меня ударил и даже повалил на землю. Если честно, вот этот момент я даже почти не помню. Конечно, я тогда подумала, возможно, действительно, я спровоцировала это все сама. Когда я решила для себя, что уже терпеть невозможно, вопрос этот, тогда у меня было уже несколько детей, и я уже, то есть в голове у меня крутился этот вопрос, что так дальше продолжать нельзя. И так как у меня есть среди детей мальчики, я не хотела, чтобы они видели образец такой постоянно перед глазами. Тогда у меня закралась мысль, что я должна уже что-то решить. В последние годы он перестал работать, зарабатывать и вообще обеспечивать семью со стороны родителей. Была помощь постоянная. тогда мне пришлось выйти уже на работу, потому что уже как раз сентябрь был на носу, а дети без одежды. Почему я задерживалась в браке? Потому что он был хорошим отцом. Он всегда играл с ними, всегда их баловал. Но учитывая то, что он не работал, и мне пришлось выйти на работу, он подумал тогда, что я манипулирую им деньгами. То есть он говорит, что ты миллионы зарабатываешь, на нескольких работах работаешь, и все что ли. Ну, я тогда ему сказала, ну, ты на работу выйди хотя бы, чтобы облегчить быт, ну, финансовую часть нашей семьи. Его это, видимо, задело. За ужином сидели, и тогда начался скандал. На повышенных тонах начал кричать, что я шляюсь где-то, хотя я работаю. И тогда он начал, вот, на повышенных тонах кричать, орать, скандал. Дети, конечно, были в шоке, потому что они такого не видели еще. И тогда он хотел замахнуться рукой. В ответ я подняла кисюшку в защиту. А ребенок стоял передо мной, и когда он хотел ударить меня за то, что я подняла кисюшку, тогда ребенок упал. Я не хотела, чтобы дети мои считали этой нормой, потому что если я прощу и буду жить дальше, в будущем мои дети будут думать, что это нормально. Да, я хотела сохранить семью ради детей. Но когда уже, получается, угроза перекинулась на детей, я тогда решила, что так больше нельзя. Как раз на тот момент я в инстаграме увидела, что есть фонд помощи жертвам бытового насилия. И мне было необходимо, хоть и помогали мне родственники и друзья, мне нужна была необходимость именно поддержки извне. И вот фонд помощи жертвам бытового насилия Аймангельда Айтпека мне очень помогло выйти морально с вот этого состояния, потому что там был и куратор, который контролировал всю мою ситуацию, и психолог, которая тоже меня поддерживала. Получается, и я еще не готова рассказывать это все на большую аудиторию, поэтому я сегодня вышла таким образом, инкогнито, можно сказать. Конечно, когда я услышала это в новостях, в новостной ленте, когда прочитала, я была просто в шоке, как можно быть таким жестоким. И больше всего поражает, что категория людей делится на два все равно. То есть довела, и те, которые защищают честь и достоинство, допустим, вот Салтанат. Вот после трагедии Салтанат я подумала, что хорошо, что я ушла вовремя, потому что Салтанат, наверное, тоже хотела быть мудрее и хотела сохранить семью. В итоге все обернулось, конечно, очень трагично. Позорной хулиганкой она была. Она, вот помню, в 13 лет были... Вот они, и хозяйство было, и они проводили районные какие-то спартакиады, приехали эти поскачки, лошадники со всего Казахстана. Она попросила, в 14-13 лет села и поскакала. Там все были на ушах просто. Вот она, это, говорит, ее бесстрашие, храбрость. Ну, ты говорю, если в те времена как-то миристы, наверное, точно и сабля в руках была бы, и лошадь под тобой, как бы. И в то же время она была очень такая чувствительная. У нас было очень счастливое детство. Мы, правда, выросли втроем. Мы постоянно ходили друг к другу в гости. И я как-то пришла к ней с ночевкой, ну, где-то класс 4-й, 5-й, наверное. И у них дома стеллаж, получается, был. Вот стеллаж книжный. И вот так много-много-много полок. И я, получается, залазю по этому стеллажу, и этот стеллаж на меня со мной вместе, и мы с ней вдвоем под этот стеллаж. А я ребенок же, я говорю, блин, меня сейчас, наверное, будут ругать. Говорю, дядя Манн, меня, наверное, будет ругать. А она мне говорит, а кто знает, что сделала это ты? Это я сделала? Папа меня, говорит, 100% ругать не будет. И она мне говорит, нет, все, я скажу, что это я этот стеллаж перевернула. Я помню, все такой грохот, ну, представляешь, этот стеллаж упал, какой-то он грохот. И она заходит, и там все заходят. Она говорит, это я, это я, это я залезла, говорит. И стеллаж, говорит, упал. И она вот меня вот так защищала. Я очень хотела, чтобы наиграла на фортепиано. Ну, пришла музыкант. Она вот сейчас в этом году тоже ушла в мину и мир. И я говорю, Салта, надо научиться. Тебе-то надо быть в жизни. Она такая, не буду я. И нельзя, говорит, заставлять ребенка, которую, если она этого не хочет. Но мы вот так охренне, охренне ее как бы к этому подвели. И оказалась у нее такая музыкальная память. За один час она уже все играла. В конце уже, они зовут меня. То у нее, говорит, такая музыкальная память, это редкость. Это просто большая редкость. У меня, говорит, среди учеников таких нет. Она сама потом полюбила, она играла то, что она хотела. Это ему больше доставалось, наверное, в смысле, что папа всегда не разбирался, но всегда был виноват. Это мой век. Ну, потому что он мальчик. Потому что он должен заботиться о ней. Она девочка. Она в доме, половина наша. Она этим и пользовалась, конечно. Это же уже ближе, уже осознанно. Они уже взрослые, уже отучились, уже как-то уже, каждая своей жизнью. Они встречались, всегда заходили, звонили. Масяня не могла. Масяня, вот мы вдвоем. Ну, мы радовались, что вот они вдвоем где-то сидят в петку уфе или даже где-то в венце. Или где-то в кино. Ну, мы вдвоем в кино часто проводили вместе время. Ничем особо не отличаются от других детей. Как бы то же самое. Но это, единственное, это большое, большое доброе сердце и такое вот сострадание людям, эмпатия. Это прям отличительная черта. Очень сильная даже. Даже думали, наверное, оно в этой жизни будет не так просто. Когда наблюдали за ними. Ну, это киены, наверное. Даже я не знаю. Даже воспитание, воспитание, в чем это. Нам нравилось время, вот время, панимии. Вот даже дети всегда говорят, какое-то самое лучшее время. спасибо, что все это произошло, потому что мы все на полгода в этом доме. Двор хорошо есть. Помню, они уна вот эти купили, учили нас. И вот мы вот играли, общались, разговаривали. Вот это как бы то время. Она, кажется, вообще была специально в Всевышнем создана, чтобы семью собрать, объединить. Любила приезжать домой, конечно. Всегда папа все так это. Она так любила наш дом, говорит, кто-то приезжает домой. Она всегда мечтала, я хочу, чтобы мы, папа, мама, жили рядом со мной. Где-нибудь рядом. Это всегда. Она всегда хотела, чтобы папа, папа, она прям, для нее это был вообще мужчина-мужчина, которого она очень любила, очень уважала и советовалась во многом, больше с ним, чем со мной. Когда она приезжала, папа всегда и сажал вот на самое на то место. Казбалайду Канкуна, баловал ее, конечно, во всем баловал ее. Каждый отец к дочери близок. Каждый отец к дочери близок, конечно, понимая, что она и всегда дочери больше внимая, верея, потому что придет время, она все равно должна создать свою семью, выйти замуж, улететься, гвезда. поэтому любой даже всегда относится к себе так. У нас было так отношение к ней. Даже если у нас в гости собирается, мы старались Торгию на почетное место посадить дочь свою. Не сына, а дочь посадить. Почему? Потому что понимаем, что отравни замуж, он идет другую семью. приехала депрессия. Я говорю, слушай, экскурсия астрологии, школа астрологии, у нас сильнейшая в Павлодаре. Тебе же нравится это? Ну, когда она не понимала, ну, как мне быть независимой и при этом хорошо зарабатывать, чтобы мне все это нравилось. Она хотела вот сама достичь вот этого какого-то эмоционального, физического, духовного, видимо, вот баланса, да, чтобы помогать. Для нее вот важно было, вокруг как можно больше счастливых людей. Когда Салта приезжает, всем нравится, все сразу едут, все хочется ее послушать, даже, говорит, моя однородница Абусанггат, даже Салта как летит с Алматы, например, с Астаны приехала сюда, она это может так рассказать, что вот мы вот все вот так ее слушаем, энергетика, харизма, видим, как она это раскатывает, всем это нравилось, все собирает. И также вот папа, всегда какое-то мероприятие, все ждут его, когда душа компании, интересно с ним, как бы, и вот она все-таки больше, я считаю, папа. И вот когда приезжает, она постоянно дома, когда в Астане жила, приезжает, у нас сразу дома целый праздник, и имя ее соответствовало ей самой, да, как приезжает, значит, у нас все родственники собираются в этом доме, шум начинается, подружки приходят, музыка, музыка, все в этом доме, что-то готовят они там всегда. Сразу праздник в доме. Она потому что как-то всех сплачивала, она всех, несмотря на то, что она даже маленькая была, она в детстве, бывало такое, что возмутиться там маленькая, почему никто не собирается, почему все родственники, братья не приходят, не общаются, мы должны прийти обязательно по приказу салтанат, прийти домой, и вот мы вместе собираемся, потом отмечаем. Огонь, солнце, и все на свете, все энергии, наверное, в ней переплетлись, вот просто, вот просто я удивляюсь, что все это в одном человеке, в ней было, да, но она всегда могла за себя постоять, что они точно не любили, вот что, когда с ними очень на высоких тонах или грубо, а нет, они когда, мы даже никогда так, всегда тактично, так всегда как-то с таким этим подходом, когда какой-то грубый, у них прям сразу так вот они чувствовала, поэтому они никогда не позволяли себя, чтобы кто-то обижал, или что-то сказал, вот это, почему я никогда не думала, что с моими детьми может что-то произойти, вот, вообще никогда, я всегда была спокойна, вот видимо у меня подкорки остались, ее слова, когда я была семь лет, она, папа заболела когда тяжело, я плакала, переживала, она говорит, мама, не переживай, все будет хорошо, вы же никому в жизни плохого не делайте, как ребенок может сказать и откуда она может знать что-то мы делаем, что мы вот проецируем, да, вот она, она видит, вот это как бы для нее понимаем, вообще она, наверное, с мудрой, такой взрослой душой пришла в эту жизнь. Честно говоря, вот как-то никогда таких прям особо вот разговоров о парнях у нас не было, ну честно говоря, были обо всем, как-то о парнях, какого ты видишь возле себя, мы как-то так особо даже не разговаривали. По астрологии она как-то делала разборы северный и южный узел, это позиции Луны, и они определяют кем ты был в прошлой жизни и какая у тебя цель в этой жизни. И вот эту вещь мы с ней обсуждали, она им не мою растолковывала, и свою. Ее цель, по идее, в этой жизни, для чего она пришла, была, по идее, работать, заниматься карьерой. Но при этом ее прошлая жизнь семейного человека ее тянуло как раз таки в семью обратно, потому что людям наши прошлые, какие-то перевоплощения, они в новой жизни ближе, нам в них комфортнее. и в принципе на какой-то момент мне даже казалось, что она вообще замуж не хочет. То есть для себя, когда вот ушла в астрологию, когда прям большие, очень много записей было там, причем запись там уже на два месяца, на три месяца вперед была забита, мне казалось, что в принципе для нее это ее фокус, то, чего она хочет. И это наталкивало на мысль, что в принципе вот она не сильно планирует брак, она очень долгое время даже ни с кем не встречалась, а просто не хотела, то есть у нее была концентрация именно на работе. Вот этот вот случай как бы она говорит, мама, смотри, вот пишет Пушкин там вот это все, письма пишет, там это, говорит, вообще он мне не нравится, это реально, вот она вообще его не рассматривала никак, никак. Я говорю, ну я, конечно, ну женатая, два раза там это, зачем тебе это надо? Молодая, красивая, сейчас как бы нет такого, да, в 30, 20, в наше время было 25 уже, как бы, последний как будто это, а сейчас это другие же времена. Вот Айтем уже рассказывал, же как-то, наверное, в своем тоже интервью, что вот эти, что вот как восхищение вот это, да, вот что-то вот она такая неземная такая, просмотрел весь ее инстаграм, что она такая интересная личность. И она долго не хотела. И получилось, что вот они где-то в поездке, вот она к подруге поехала, и он поехал. Она, конечно, была, у нее глаза горели, как это кажется, он такой умный, он такой интересный, он вообще необычный, вот столько много знает, вот знаете, вот глаза у нее горели, у нее поменялось, конечно, мне не где-то вот, и у нее реальные глаза горели, она не просто вышла, для нее важно было, человек сам, личность. Я как-то ей звоню, говорю, что ты делаешь? Она говорит, я сериал смотрю, я говорю, что за сериал? Она говорит, а ты не будешь такое смотреть? Я говорю, ну скажи, мне тоже нужно, чтобы на фоне играл. И там какой-то российский сериал, там суть была в том, что человека садят в тюрьму, там подставляют, и так далее, он там выходит, его там ждет девушка, он там много читает, ну в общем, он выходит абсолютно другим человеком, его подставили, ну то есть, как-то такой вот сериал. И я, в принципе, как-то далеки так от политики, я, тем более, долгое время не было в Казахстане, я вообще не знала ни эту историю, да, Куандыка, ни вообще, ни его самого. И я помню, он мне говорит, знаешь, я познакомилась с парнем, она говорит, прям как в сериале. Ну вот это вот у нас девичья есть, наверное, это вот все романтизировать, вот это... И она вот рассказывала о том, что вот прям как из сериала, он тоже такой умный, такой начитанный, знает столько книг, языков. Он приехал, волновался, да? Да, это было, да. Он обещал, он обещал там все, а папа говорит, только все как положено, чтобы был брак официальный, вот все как по традициям, что все только так. Нет, она точно спрашивает, разрешение. И мы разрешение дали. она у нас спрашивает. Да, потому что она уже сама где-то уже приняла, уже какой-то, видимо, уже. И мы всегда как бы стараемся, что... Когда уже есть у человека, уже у него свое какое-то решение, они же у нас были самостоятельные такие, решительные, конечно, мы дали согласие. Ну... никто этого не ожидал. Он был старше ее, 10 лет, 12 лет старше ее. Мы считали, что он это мудрее, умнее ее, что такого не произойдет. Мы даже не думали об этом. Я как бы интеллигент, самогнал, чтобы не обижал, как он стал так, говорит. Он по дороге говорил, папа, единственное просил, говорит, это моя единственная дочь, чтобы она не плакала, не обижая ее. Ну, у нас в семье вообще как такого, в окружении такого, поднять руку нет, да. Ну, а когда она возвращалась, вот она просто, говорит, он чужолый характер, за ней приезжала, он умолял, он плакал, он рыдал, на коленях стоял там, да, вот. И мы, и всегда было его жалко. Но, естественно, она нам не говорила, что происходит. Единственное, она говорила, что тяжело, мама, у нее характер, это, почему он у них, говорит, такой попался, с травмами детскими, там, да. И вот вроде она решает все, а потом раз, вперед, и просто никого не слушая, да. Ну, вот она, когда последний раз приезжала, мы здесь разговаривали, как раз вот здесь сидела, она здесь и была, и она мне говорит, она же астрономия занималась же, и она говорит, что-то все от него отворачиваются, от него отворачиваются, и у нас все становятся против него, и он один остается, говорит, и я это вижу. В прогнозе. Да, в прогнозе вижу, поэтому папа, я, говорит, наверное, поеду, я все-таки его супруга рядом, встану с ним, ну, что-то происходит, говорит, она не считала, я не знаю, что произойти, и все отвернутся с ним. И поэтому она отпросилась и поехала к нему. Он один раз, да, приезжал, да, папа же разговаривал, да, да, ты папа, папа, после первого, это мы знаем только один случай, который Айтым вот рассказывает, мы приехали в Алма-Ату, и прямо папа встретился с ним, вообще для нас это был шок, но она, ну, как, каждая считала, как я сама там виновата, я в обуви и промолчала, как бы стала его защищать, но папа с ним разговаривал, отдельно они куда-то ходили, я не присутствовала, папа с ним. Ну, конечно, он обещал, что не будет ругать, обижать дочь не будет, что носить будет ее на руках, да, он насчет этого просил сращения. Ну, это вот один раз, который мы знали, это один раз, последующее, что было, я потом говорю подругу, почему вы не говорили, она говорила, Антон говорила, ой, там, поругались, это, а потом, все, мы помирились, все, все хорошо, мама, не переживайте, поругались, мама, я поеду домой, потом говорит, ой, мама, мы помирились, а ну ладно, хорошо, ну, думаю, это взрослые люди, пока сойдут с характерами, но, что он может быть таким, у нас даже до сих пор в голове не входит, конечно. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бешимбаева подозревает в убийстве своей жены. Резонансное дело экс-министра Куандыка Бешимбаева расследуют по статье убийства. 12 различных экспертиз назначены по уголовному делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Черепно-мозговая травма стала причиной смерти Салтаната Нукеновой. В районе 8 вечера я была в душе в ванной и в этот момент у меня была вот эта мокрая голова в пене. Стучит, стучит сын и он открывает дверь и у меня телефон просто разрывается бесконечно и он говорит, мама, тебе все звонят. И папа звонит, говорит, сказал, что я тебе занес телефон. Я, говорит, поэтому тебе заношу телефон. И муж мне, говорит, Айнура, там много-то они, говорит, поругались в гастроцентре. Что-то, говорит, произошло, говорит, тебе, наверное, надо туда поехать. В этот момент у меня начинают звонки. Мне звонит Айтым, мне звонят еще наши общие знакомые, друзья, все начинают звонить. Я вот просто нажимаю на красную кнопку, всех сбрасываю и набираю сама айтыма я за ним это я тебе говорит звоню спросить как что случилось ты грижай в бау он мне говорит я ничего понять не могу я вот эту пену получится все заворачиваю в полотенце одеваю халат выхожу вы здесь из душа и в этом все уже все звонят за это и все но не понимаю мозгом я звоню мужу я говорю выезжаю я уже подъехал выходи я просто вот в этой же футболке одевают джинсы одеваю куртку это же полотенце в этом же полотенце сажусь в машину уже в машине все это подправляю а у меня мужа истерика начинает мне говорит что вот что салты больше с нами нет что вот это все произошло начинать это я грусть он не говори я уже вот это я уже не помню оказывается и мне все звонили и я всем говорил да не знаю и отстаньте вы от меня я ничего не знаю я сейчас доеду грия вам всем все скажу а я видать под своей эмоциональности то что бывает что мозг не хочет воспринимать у меня мог я даже мужа не воспринимала что он мне говорил и я уже подъезжаю и вижу что там скорая помощь стоит там полиция стоит там и я захожу и вижу там внутри этим он просто сидит и у него не слез ничего не просто нет эмоций просто сидит так за лицо схватился и я схватил и там один из следователей и я к нему подхожу я говорю скажите что это правда примите мои соболезнования тот вечер я дома была вот начали телеграм-каналы первые сообщения оттуда пошли телеграм уже такой стал проверенным каналом слива компроматов разных там утечек и так далее так далее и да вот следила правоохранительные органы достаточно быстро подтвердили информацию о задержании и ну и потом вот пошли сообщения от казачкова там были такие инсайдерские сведения которые ну на мой взгляд по моим каким-то субъективным но профессиональным наблюдением были частью наверное какой-то наспех инициированной информационной компании со стороны семьи бешенбаев он знает несколько языков что он такой вежливый что он такой интеллигентный он даже бросил пить как бы я не думаю что журналист не оставаясь беспристрастным там независимым в этой ситуации будет прямо так вот выпячивать вот такие все равно относительно положительные характеристики подозреваемого который сейчас прям объект можно сказать был на тот момент всеобщей критики в стране видите мы же также как и вы узнали информацию у нас не было никакой дополнительной другой информации мы знали что мы знали что это произошло и мы прием мы хочется забрали салтаната и поехали в павлодар все больше у нас никакой информации не было на похоронах к нам подходили журналисты мы говорили нет нет мы никаких комментарий дам летали дроны над нами вот получается когда намаз читался в этот момент прям вот они видать ли то летали и потом когда вы начали читать намаз получается мужчина же мужчина день и женщина отдельно стоит и в этот момент я чувствую как будто муха жужжит я поднимаю голову нами несколько дронов летает получается это не спустились низкой так вот вокруг нас вообще не было как-то ну вот то людям интересно я почему-то думал так но людям интерес новости то попишут попишут как-то так а потом уже когда вот самая первая статья вышла у казачкова плачета мы сидели на похоронах и мы ее открываем и начинаем там читать и там вот но абсолютно та информация которая как бы но не сходится не совсем что происходит да на данный момент вот тогда но у нас внутри возмущение мы не успели получается попрощаться даму даже у нас похороны не завершились мы только вот мясо подали получать и все и уже вот это все пошло там первые там блогеры начали писать что мы уже примирились я к сама уже приняли там это какую-то этот но решение я понял сразу я потому что сам знаю ту семью знаю их способности финансовые способности разного этот знакомства и так далее я понимал что будут будут давление посоветовавшись тоже с родственниками с братьями сестрами мы приняли решение что надо не ну так не пойдет потому что уже изначально идет все искажено с первого дня сразу прошло прошло все искажено все неправильно несправедливо пошел обман жители там этот и мы приняли решение чтобы свою точку зрения мы вы должны были высказать действительно этот случай мобилизовал общество и мы увидели что большая часть граждан они активно выступали за то чтобы виновник был наказан по справедливости в целом этот резонанс показывает запрос на мой взгляд на две вещи во первых запрос на гендерное равенство на то чтобы прежние устои где женщина занимала подчиненное положение семье но уже перестала быть актуальным мы переживаем процесс перехода традиционного к общества общества к модерному обществу вот в результате урбанизации включения глобальную информационную сеть второй запрос был связан со справедливостью да это уже вся тоже часть общего так требования к политическому устройству нашей страны то есть в лице бешимаева люди увидели власть которая часто непрозрачно неподконтрольно несправедливо коррумпирована да учитывая его бэкграунд его образование должность которую занимал люди увидели некую некий символ да вот этой власти и соответственно то что он с такой жестокостью совершил это убийство люди людей это было дополнительным аргументом требовать справедливость потому что у нас в стране очень часто люди которые имеют высокие должности они не получают должного наказания на параллельно суду шел процесс очернения имени салтанат через блогеров через заказные материалы вот но учитывая что был запрос то есть общество мобилизовалась поддержку салтанат вот эти попытки очернить ее имя они еще больше мобилизовали людей о том что будет прямая трансляция мы не знали мы понимали что данный суд привлечет общественное внимание что дело было резонансным но мы не догадывались о том что дело будет транслироваться в прямом эфире первый день то есть на предварительном заседании насколько я знаю аккредитовались более 70 журналистов но зал суда просто физически не вмещал такое количество людей поэтому я думаю суд верховный суд и принял решение дальнейшем транслировать для всех желающих в том числе для сми я думаю что данное решение было принято в связи с тем чтобы обеспечить прозрачность правосудия по данному делу и очень важно это все таки наверное поднять правовой грамотности среди населения то есть в данном деле было четко отражено квалификация не только действий самого бешенбаева но и действий байжанова что за укрывательство преступления за проявлено равнодушие тоже наступает уголовная ответственность то есть я считаю что таким образом данный открытый судебный процесс он по своему его можно назвать такой коллективной терапии до всего как нашего казахстанского общества так и в целом мирового общества на стадии до судебного расследования нас было двое я игорь позже на стадии до судебного расследования уже насколько помню декабре присоединился к нам до мир уже в суде присоединилась к нам алья омарова и в четвером и уже отрабатывали позицию мы готовились к допросам готовили своих свидетелей и дальше уже на прениях мы разделили кто что будет говорить мне допустим попался очень такой один из сложных блоков это судебно-медицинская экспертиза я должна была убедить на основе данного письменного доказательства присяжных убедить суд в том что все те телесные многочисленные телесные повреждения которые получила салтанат они являлись непосредственно квалифицирующим признакам как убийство с особой жестокостью а на протяжении последних семи лет 2017 года момента как декриминализировали бытовое насилие в казахстане был резкий скачок насилия и все эти годы мы поднимали эту тему мы говорили о том что когда-нибудь произойдет то что вы уже не сможете остановить события которые будут разворачиваться было очень много убийств было очень много самоубийств женщин которые подвергаются бытовому насилию которые когда женщины совершали самоубийство вместе со своими детьми и вот в обществе это все назревало и дело салтаната но стало такой отправной точкой когда уже поняли что никто уже терпеть не будет и никто молчать уже не будет по всему миру были митинги берлине в нью-йорке в милане и варшаве то есть наши женщины казахстанки наши начали выходить с требованиями ужесточения ответственность за бытовое насилие правозащитники об этом кричали 17 года безусловно мы видим что после этого случая власть приняла закон о домашнем насилии произошла криминализация были приняты меры по усилению защиты женщин вот и это тем самым вот это волна давать общественное движение она добилась своих целей но это не значит что у нас проблема с бытовым насилием в нашей стране она решена потому что принятие закон это это не равно решение проблем то есть нужна такая системная большая работа которая возможно найдет но если результата не будет то мы будем дальше видеть реакцию дальше будем видеть резонанс мобилизацию стороны женщин граждан почему я не согласен с тем что присваивает там я не знаю я понимаю что это страшная трагедия это большой урок для всей страны и так далее но при этом мы должны говорить правду если мы пас вы возьмете на руки посмотрите законопроект там большая часть законопроекта о защите прав детей я вам более того скажу до этой трагической саптера трагических событий законопроект уже был разработан официально внесен в правительстве правительство и более того в правительство уже правительстве шла вот эта вся дискуссия конечно петиции которые у нас появляется они тоже играют свою роль и в данном случае это петиции тоже мы увидели хотя уже на рабочей группе уже было проголосовано и мы сказали да это очень важно и ну понятное дело ни у кого не возникает никаких вопросов переголосовывать пересматривать и вообще сомнений каких не было но и конечно то что появилась эта петиция на только добавила больше уверенности в том что мы правильно делаем поэтому я думаю что до принять отдельного закона у нас сейчас есть закон на профилактике бы того насилы 2009 года он несомненно устарел и нам нужно принимать отдельный закон в котором будет прописан весь регламент действий полиции весь регламент действий лиц которые будут изолировать абьюзера от жертвы и так далее правозащитники над этим законом работали в двадцать первом году он был сорван активистами и сейчас учитывая последние изменения я думаю конечно нам нужно продолжить работу над новым законом необходимо во первых разграничить преступления против в сфере семьи от преступлений от всех остальных общеуголовных преступлений и очень важно но по моему субъективному мнению до тех пор пока не будет законодательно введена ответственность в отношении правах от сотрудников правоохранительных органов надзорных органов или судебных органов за принятие незаконных процессуальных решений в ходе до судебного или судебного уже следствие до этих пор пока не встанет вопрос об их ответственности у нас так и будут многочисленные заявления не регистрироваться в ердер дела не будут доходить до приговора и эти дела необходимо освещать их нужно освещать в социальных сетях о них нужно рассказывать на всех встречах с населением самое страшное это продолжать жить жить после такой ужасной трагедии это вот как надо жить потому что есть сын который тоже вот нелегкий путь сейчас которому нужна наша поддержка но то же время этого такая мощнейшая к это поддержка необразимая просто со всех сторон особенно нашей всей семьи вот многочисленного с обеих сторон или друзей вначале у меня было такое я не хочу не хочу не хочу спускаться не хочу встречаться потом ты все равно идешь спускаешься разговариваешь вспоминаешь улыбаемся и когда не уходит хорошо что я и вот каждый раз вот это она была вот шаг за шагом сайт за шагом и вот меня instagram дайрик который был со всех стран когда был один рождение и вот показывать и открыточки да там и калифорния великобритания испания и москва и санкт-петербург и чечня там ростов-на-дону весь казахстан на это швеция швеция я просто в шоке когда здесь вот по 5 вот этих сами с вазами со всеми этих все точные компании заходят и сами все раскладывать все ухаживают все уходят на конечно поддержка сама друг друга друг другу я вижу он там отдельно где-то переживает слезы я не показывал другую комнату хожу чтобы не расстраиваться встречаемся улыбаемся обнимаемся что-то такое хорошее я даже бы врагу не пожелал бы чтоб они прошли такое испытание судьбой поэтому пользуюсь лучше мать и поблагодарить поблагодарить весь народ всех людей поддержав нас тяжелую трудную минуту за их не теплые слова поблагодарить и сказать им большое спасибо за поддержку и пожелать им мира добра и процветания вот конечно вы тот момент вспоминаете нам было не до телевидения было почему потому что на новостовом времени мы наверно раз пять наверно уже в больнице лежали на потому что воспринято было очень тяжело это все было воспринять и пять раз мы вместе с этим судом как и ранее говорил я с каждому с заседанием этого суда с тем что писали в интернете вместе дочерью умирали воскресали я знаете осталась без советчика своего вот она такой человек и в работе она мне могла совет дать и в семье я не знаю она была не по годам развита наверное сейчас конечно спустя время я понимаю наверное у нее все это было потому что всевышний знал что у него будет короткая жизнь на поэтому и наверно сюда вот эту мудрость доброту тепло да то что она могла к нам проявить после салтаната у меня жизнь поделилась на до и после вот разговаривали нам как будто запретили радоваться знаете у меня было недавно день рождения и и ее не хватало и не хватало потому что она была не только моей сестрой подругой она была подругой моих подруг до и сейчас почте мы все пришли ко мне на день рождения и не было вот этого чувства радости знаете вот бывают люди танцуют этом прыгают веселятся первый год у меня не было такого вообще да моя мама и 90 лет салтанат было и любимой внучкой она первые вот полгода она все время спрашивала сладко на талай салтана талай она уехала туда уехала туда это потомческое то время она вот приезжает ко мне сюда мы вот баню ее тому не она вот как-то смотрит и целует не руки обнимает как тут но ничего не говорит вот на день рождения она не спрашивала эту тему даже тайты приехал и даже не да ну кто я просто так думаю что она где-то понимает где-то так а где-то на нож телевизор увидел где-то и не хочет делать больно мне и себе также она просто молчит я до ее ухода и даже не знала сколько любви наверное у меня к ней да и сколько места она занимала много в моей жизни потому что как-то ну вместе ходили везде а после ухода вот какая-то вот вроде друзья есть сюда но как будто она занимала прям большую часть после ее ухода конечно как будто уже как-то и одиноко и пусто моя эмпатия она просто как-то стала другой что ли то есть я всегда сопереживал мне всегда была больно за людей особенно тех кого я знаю и даже кого я не знаю а сейчас наверное это как-то прям в другой формат перешло я будто бы просто с ними проживаю эти моменты каждый раз когда я с ними разговариваю это не родилось изо всех этих событий у меня всегда в принципе было такое отношение ко всему миру к людям что мы здесь для того чтобы вместе существовать помогать друг другу расти вместе бороться за там лучшее будущее да то есть как часть общества просто сейчас после всех этих событий у меня стало больше возможности помогать тот же уровень инвестирования своего времени в свою основную работу я уже не могу позволить потому что все больше и больше дел все больше командировок все больше движений текущий момент и руководить проект в следующем году я остаюсь работать в этой же компании но моя задача станет немножко другой то есть в целом как бы даст мне свободу передвижения работы правозащитникам то же время сохранить за мной достаток для того чтобы мог покрывать свои основные расходы ипотеку и все остальное я планирую на следующий год в сентябре поступать получать юридическое образование на текущий момент я могу участвовать только в открытых судах не могу представлять интерес и вот эта вот невозможность помочь конечно не прямо на преграды стает и юридическое образование как раз таки позволит мне уже дальше работать либо юрконцам либо адвокатом слушание как-то не хотела себя лишний раз тоже травмировать что-то этот но все знаете такие короткие ролики все равно же смотришь и вот все вот эти вот там какие-то важные нюансы аспекты все все было точно так же и у нас я тоже писала письмо что я буду хорошей женой что я буду примерной послушная тоже такое писала говорила даже да то же самое же у меня было вот и благодаря этой сей трагичной ситуации благодаря айдбеку мангельды благодаря салтанат я могу прям все верно сказать она спасла мне жизнь спасла жизнь моей доченьки после трагедии салтанат плюс после того как приняли закон о бытовом насилии мне кажется люди все равно на улицах народ стал более эмпатичен и более снисходителен потому что у меня был эпизод когда на улице при случайной встрече с бывшим супругом он проявлял агрессивность хотя у него и у меня есть защитное предписание которое гласит что он не может ко мне подходить писать или звонить несмотря на это он тогда был очень близко подошел и агрессивно разговаривал на что прохожая прохожая не прошла мимо она начала записывать все на видео спрашивала нужна ли мне помощь я очень благодарна что есть такой закон что вышел такой закон что люди стали другие что люди начали понимать что физическое насилие это не про норму мы подали 7 заявок на регистрацию фонда нам отказали отказывали по разным причинам жив это в принципе вдаваться даже помню никому не интересно даже мне все причины они скажем так не совсем даже правомерный в своей сути и и понимаю что есть какое-то препятствие всегда есть обходной путь и который я сейчас выбрал я приобрел фон существующий чистый который мы проверили сделка будет проведена окончательно и вся 9 ноября то есть как раз таки получится такой символизм что на 9 ноября уже будет официально создан фонд памяти салтанат а 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 Субтитры сделал DimaTorzok